добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы и наша сегодняшняя глава называется глава бешалах очень интересные слова машек говорит вы не бойтесь стойте и смотрите ваш бог сам сражается за вас а вы молчите что это означает если мы учим тору молимся ведем себя достойно то вам воевать не нужно нам оружие ни к чему свыше сам сражается за нас если мы с чем-то не согласны и соблюдаем частично то нам приходится брать в руки оружие и сражаться и это не значит что мы победим чем хуже все ведем тем тем будет жестче война и победа нам не гарантирована и будем повержены нашими врагами самый лучший вариант то что он всевышний обещает вот выполняйте так я скажу и вас будет все хорошо что было дальше дальше мы прошли среди моря в пустыню отвел на всевышний от морю сув пустыню шор и шли три дня по пустыне если мы посмотрим последнюю главу книги бобед бар четвертой книга который то написано вышли среди моря в пустыню и шли три дня по пустыне и там здесь шур пустыня потом шли дня по пустыню а там пустыня шли три дня по пустыне и там что это такое если это объединить выше пустыня шур шли три дня по пустыне и там может быть так можно почему это так может одна пустыня скорее всего это конечно местности в одной и той же пустыне наши мудрецы говорят что все эти пустыни которые мы прошли за 40 лет и тот же шур и тот же и там и тот же син и синай и паран и кадеш в общем и даже степи мау ордана напротив ерехона все это одна большая синайская пустыня так можно понимать это шли три дня по пустыне и там и пришли в мору и не могли пить вода горькая что делать народ начал запил маша виноват маша молится всевышнему всевышний говорит возьми дерево брось его воду будет хорошая вода маша так поступает берет дерево бросил воду вода стала прекрасной мы пьем все хорошо успокоились мы должны конечно не бросаться на машин просить всевышнего то что он и просит что мы должны народом просить всевышнего маши тут ни при чем он просто передачи всевышний сказал машина передает все мы это не понимаем как нам тяжело мы забываем за все и требуем что-то с маши его конечно живет очень нелегкую жизнь поэтому хорошо пришли мы войлим а здесь 12 источников воды и 70 финиковых пальм каждое колено получила по источнику воды типа речки то а 70 пальм у нас было 70 старейшин израиля каждый сидел под своей пальмой и мы приходили к ним спрашивали как нам поступать той ситуации спорные вопросы решали и за что у них устарешена такая привилегия дело в том что они очень сильно страдали в египте и всевышний их наградил они были еврейскими надсмотрщиками выполняли команды египетских надзирателей и они жалели народ когда фараон приказал готовить такое же количество кирпичей а солома нам нет не дана было мы сами должны были искать солому сено все было страшное дело их избивали надсмотрщик потому что они не издевались над своими людьми и за то что они страдали все вышли их назначил теперь старейшинами вышли мы из элима и опять пришли к морю сув есть медраж который говорит что мы собирали драгоценности с колесниц который всевышний который всевышний выбросил на море утопил наших бывших хозяев колесницы выбросил мы снимали эти драгоценности потом мы пошли в пустыню син пустыня сина тот же синай просто когда вы получили 10 западе на горе синай а 10 это маленькая буква ют и вот по настала теперь синай вышли из пустыни син и пришли вдовку вдовка это забились наши сердца при виде голодной смерти потому что закончился у нас хлеб называется он маца который мы вынесли из египта нету еды 30 дней прошло и следующая стоянка называется алуша за то что а врагам и сара принимая ангелов зависели это тесто луши называется на иврите стоянку следующий всевышний назвал алуша так маша их и записывает эти стоянки это я беру из лавы лави масей в этой главе эти стоянки не указаны вышли из алуши и пришли в рифидим и мы опять начинаем роптать но перед этим всевышний на стоянке алуша дал нам ман значит мы просим еду и говорим помним как мы сидели у горшков с мяса в египте и хлеб я ледос это требуем и мясо требуем требуем хлеб и написано что всевышний вечером прислал нам перепелов и вокруг стана их собирали каждый собрал большое количество и ели а утром был ман и мы друг раз спрашивали что мелкая рассыпчатая на земле и мы не знаем что такое спрашивай ма что и поэтому назвали его ман и это была чудесная еда это не было простая еда то есть он написано что ман был похож на семя кориандра а на вкус как медовый пирог а вид у него нежного хрусталя и собирали его и толкли его в общем готовили и написано что для одних он был действительно невероятный вкусный то есть он доп для праведника был невероятно вкусным далеко его собирать не надо было он превращался в любую еду какую человек хочет захотел жареную курицу во рту жареная курица захотел мороженое будет мороженое не важно что чтобы человек не захотел то у него в рту так у праведников у людей которые не сильно соблюдали меньше чем праведники то они тоже получали вкусную дуну им приходилось собирать дальше его и молоти жарите и варить в общем более трудно доставалось это и да и не было естественно такой у праведников а люди которые вообще ничего не хотели и вообще очень далеко приходилось его собирать и очень тяжело с ним работать и такой вкусным он действительно не был этот ман и все вышли нам указывают что вам лучше выбирать тору и заповеди чем другой образ жизни вот так после этого мы приходим в рефидим и нет воды воды нет еще одно испытание вот только мы вышли из египта у нас не было воды была горькая вода мы требовали все во всем мы должны были понимать что надо молиться просить у всевышнего воду мы накидывались на маше и говорим говорит маше взмолился всевышнего еще немного они побьют меня камнями всевышний говорит собери старейшин израиля и возьми подойди к скале и на глазах у них ударь по скале и она даст воду маше таки сделал собрал старейшин взял посох подошел скале в хореве хоре в это место где находится гора сина стукнул посохом по скале пошла вода пила общество скот успокоились но мы говорили одну фразу если бог среди нас или нет то есть мы опять начинаем творить непонятно что то есть нам с неба не по хлеб не идет и перепела кейта прилетает попробуй одну перепелку прилетает на всех еды все у нас что хотим денег у нас достаточно можем купить у других народов что хотим мы же не в рабстве ком-то живем мы можем быть переходить куда угодно быть свободные люди все нам все плохо нам все плохо нам все не хватает и естественно за это и получаем и когда мы говорим если бог среди нас или нет когда мужа просто потеряли вообще всякое нормальное понимание что тут рядом с тобой такое происходит то пришел амалек и начал убивать написано с огромного расстояния он пришел амалек он родственник наш он сын сына нашего братца айцхака он родной брат якова близнец вот он пришел он амалек это он кто он эйсаву он внук айсаву он правнух и цхака и он народ который не боится бога как он родился он родился у эйсава был сын рифас он переспал с женой местного царя где не жили на сирии сира хари родилась девочка назвали темно и потом он это взял у себя в наложницы и спит со своей дочкой а такой связи отца с дочерью незаконно рожденной рождается амалек который не боится бога он убивает и он пришел убивать и ему все равно хорошие мы плохие он не боится богом просто убивает ему главное свою жизнь ему не жалко он готов в кипяток броситься чтобы его охладить собой жить свои не пожалели так он хочет убивать нас и он пришел начал убивать это единственный случай пустыни кто кто-то из других народов нас убил никогда уже все 40 лет ничего не было если мы сами не нарешили все вышли с нами не поступал то то никто нам не мог ничего сделать плохого он пришел реально убивает и маша молится его же встает на защиту народа собирали армию сражаемся с амалеком очень тяжело пока маша держит руки вверх пока он может все силы побеждает израиль как только силы у маша заканчивается не может уже нет силы у него держать руки вверх посох побеждает амалек агрон и хур хур это племянник машей агроновым сын мирями калева они взяли агрон и хуры подложили камень под маша маша сел на него и они держали руки маша с посохом до до захода солнца и написано и ослабил его шоу амалека сила силой меча не уничтожен был полностью валик но ослабил и это первая война из четырех войн в пустыне самолеком после этого после этой победы мы уже идем горе которая называется гора синай а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за поднятие души и до бат яков и горь бен лев берт об от исраиль павел и нефим саму иван гердж памяти ури бен харитон мендель бен мендель якоб и наху бонир бен григорий здоровья светлана ватлара шимон бенецхак борис бен мария анна ватривка при на первом от соня сура лена ватлара жени бот и да она ват елена и финбин астер двойра ват миря в моисей бен ева и линова двойра есимин раиса инесса ватмаэль евгений бенберт и евгений бот ита фера ват ана геннадий Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Шаллум